Сюда в этот дом я переехал в 1981 году, но решил кое-что достроить тут. Юрий Гридасов скульптуре посвятил 40 лет жизни. Его двор украшен античными богами, нимфами, воинами. Сразу привлекает внимание двухметровая Афина. Она уже стоит около 20 лет. А из чего? Это белый цемент, вид немножко под мрамор вроде как. Рядом с античной богиней каменный горельеф Александра Македонского. Перед тем, как начать лепить, Юрий всегда изучает быт и время, в которое жили его герои. Наверху, можете видеть, изображены богиня Победы, Ника. Борельеф над ним, панно. Это знаменитая македонская фаланга. Много времени уже? Времени? Ну, с год где-то, да. Уже несколько месяцев скульптор работает над созданием мемориала героям Великой Отечественной войны. По исполнению он отличается от привычного для Юрия классического стиля. В чем-то даже легче в таком стиле работать, но немножко непривычен. Как можете видеть, это одна из четырех фигур, а они идущие в последний бой. Комплекс будет состоять из четырех фигур. Мастер уже заканчивает вторую. Это лицо командира 14-й береговой батареи обороны Черноморского флота, старшего лейтенанта Григория Исааковича Халифа. На снимках, которые удалось сохранить, герой выглядит умиротворенно. Задача скульптора – изобразить на его лице боевую решительность. Все начинается с идеи. Затем мастер делает набросок на бумаге и вылепливает эскиз из глины или пластилина в размере 1 к 10, чтобы его легче было переносить в полную величину. Следующий этап – это уже изготовление каркаса. Каркас из металла, проволоки и дерева покрывают глиной, формируя очертания будущей скульптуры. Процесс занимает 1-2 месяца. Через полгода, когда мемориал будет готов, он украсит территорию Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Павла Нахимова. Именно там до 1942 года располагалась 14-я береговая батарея. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok